Представь, начало 19 века. Ночь. Повсюду в Европе бушует война с Наполеоном. Один из капитанов французской армии Шарль Барбье хочет передать послание своим войскам. Но прочесть его офицеры не смогут, ведь если они зажгут свечу, то выдадут врагу свое местоположение. Специально для таких ситуаций Барбье придумал шифр, который позже стал известен как «Ночная азбука». В ней каждый звук французского языка соответствовал двузначной цифре, которую выдавливали на бумаге. Такое послание можно было прочесть в полной темноте на ощупь. Но азбуку так и не стали широко использовать на фронте. И Барбье предложил свое изобретение Национальному институту для слепых в Париже. Среди его учеников был 12-летний Луи Браэль. Мальчик ослеп к пяти годам после того, как поранился ножом в мастерской отца-сапожника. Браэль вдохновился ночной азбукой. И в 1824 году разработал новый рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей, которые и назвали в его честь шрифт Браэля. В коде Луи буквы изображают с помощью шести точек, расположенных в два столбца. Для каждого знака своя комбинация. Точки прокалывают палочкой через трафарет. И поскольку читать можно только по выпуклости, то писать текст приходится с обратной стороны листа. Браэль долго совершенствовал свое изобретение. В 1829 году показал его Совету Национального института для слепых в Париже. Там сочли шрифт, неудобным для зрячих преподавателей. И только в 1837 году, по настоянию слепых и слабовидящих людей, Совет вернулся к рассмотрению шрифта. Первой книгой, напечатанной по системе Браэля, была «История Франции». Позже шрифт перевели на более 130 языков. Сейчас такие знаки можно увидеть по всему миру. На кнопках в лифтах, на фишках настольных игр, на информационных табличках, на таблетницах, упаковках лекарств и многом другом.